Всем привет на канале Полшель Муар и в этом видео очередная серия я решила называть так свои обзоры работ названием скетчбуки ненужные ну потому что на ютубе сейчас популярны видео обзоры скетчбука ну точнее не то что сейчас вообще уже давно они популярны и как-то всякий пятком ссутся от скетчбуков вот но своей работы можно обозревать и без скетчбуков и рисовать тоже так как я в своем прошлом видео и говорила что скетчбуки по сути это говно без задач и они на самом деле не нужны вот поэтому вот так а я все свои работы складываю в такую папку вот сейчас она мне уже накопилась не знаю за сколько это за месяц может и мне пора уже куда-то их убрать в дальний угол чтобы начать выполнять ее новыми работами поэтому вот так вот посмотрим что у нас тут накопилось это рисунок из реддита там ну кто-то выложил же ребеночка только родившегося мне он очень понравился и захотелось нарисовать его акварелькой акварелькой вот ну такое себе получилось корги тоже с реддита с чьей-то фотки кстати у меня здесь в основном акварельные работы потому что да в традишке я последнее время только акварелью рисую почему-то меня хочется да а cg работы они у меня более такие длительные и не так быстро появляются поэтому я на буду делать если и буду делать обзор то только в конце года то есть то что у меня за год накопилось то есть за месяц у меня там и показывать особо нечего это тоже код с реддита кто-то там просил риса нарисовать его кошку и кстати этому чуваку так понравилось это кошка что он поставил ее себе на аватарку в инстаграме представляете это какой-то кривой набросок с этого уроку с кафе и тут вот вот кривые наброски этот в общем не будем на них внимание заострять потому что они стрёмные и смотреть это особо не на что это я рисовала для прошлого видео вот такая вот получилась странная женщина девушка ну я не в восторге от этой работы но мне то что мне нравится в этом это то что над кабин полностью лист такой цветным заполнен и бинт просто приятные какие-то тактильные ощущения упражнения на цвет из книги простое рисование я кстати хочу сделать обзор на эту книгу и снять видео как я делаю упражнения для этой книги так что может в скором времени появится но упражнения там реально классные может быть не все я еще только начала но пока что мне очень нравится это тоже из книги простое рисование кстати вот это я сделала сначала я сделал неправильно потом до меня все-таки дошло что нужно делать но я исправила но потом все-таки решила сделать еще раз вот это называется приближение там упражнения на цвет это панды я решила рисовать акварелькой выкладывать акварельки на стоке не знаю что из этого получится пока что вот меня тут создается набор из панд и всяких бамбуков дальше попугайчик тоже кто-то из reddit там тема есть такая типа нарисуйте меня или нарисуйте мое животное они выкладывают фотки я просто листаю если мне что-то нравится там был прикольный попугайчик вот ну и я нарисовала его акварелькой наброски рук руки это то что очень сложно и тяжело мне дается поэтому я с периодичностью где-то раз в неделю делаю пытаюсь наброски как-то пытаюсь изучать анатомию с горем пополам не знаю надеюсь когда-нибудь мне удастся освоить руки это тоже кривые акварельки такие одноминутные или двух тоже такие наброски с фоток это тоже очередная акварелька где девушка стояла с козой я же обожаю коз и она такая нарисуйте меня пожалуйста с моим новым друзьяшкой козочкой и я не смогла просто пройти мимо тоже очередной кривой набросок это вид из окна это масло на масляной бумаги вот и она не очень удачная но это был прикольный опыт но из-за того что я стала часто рисовать акварелью точнее каждый день и масло мне теперь кажется таким сложным но сложным не в плане процесса рисования в плане подготовки то есть масло нужно разбавитель для него ну разбавитель ладно это ерунда но эти тюбики и большую пальвитру надо какую-то тряпку чтобы руки всегда вытирать и после работы допустим акварель я просто вылила воду из стакана закрыла там и все то после масла нужно отмывать там просто полчаса все кисти палитру отмывать растворителем такое муторное занятие хоть масло я и люблю ну посмотрим еще одна панда кстати надо идем тут просто какая-то была надо эту панду положить ко всем остальным в компанию да иди туда набросок для акварельной работы я первый раз в жизни пыталась сделать фан-арт на сериал ОА который один из моих любимых там была такая сцена там конечно она не стояла сидела и там где осминог такой типа ее впускал в эту девушку шупальца и ей там всякое говорил а она понимала что он говорит и озвучивала это зрителям вот это я сделала сначала такую бумажную это рисунок с моей фотки из какой-то поездки по моему в Италию тоже и я нарисовала акварельку очередную потом это тоже из реддита там короче чуваки выложили фотку где они сидят в ванной у них в стаканы винные налиты вот эти вот бобы из банки фасоль в томатном соусе но это было очень смешно и я решила это нарисовать ну вот так получилось вот кстати этот рисунок для сериала для которого я делала набросок ну вроде ничего так ну конечно такая себе иллюстрация но мне такие работы нравятся тем что они вот именно такие красочные вот на весь лист и ты когда их перебираешь такой кайф получаешь хотя может сама по себе как бы художественные ценности тут вообще ноль целых пять десятых это наброски типа у кого-то я увидела там придумать персонажа и как это ну вот такие короче в общем простые формы и на основе них чтобы был персонаж вот это бабуся такая ну что получилось и потом короче одну форму оставляешь и дальше уже работаешь еще там типу бошку меняешь там чуть позу ноги руки ну мне вот это нравится бабуля как получилось хотя вот это с очочками тоже такая скромница то есть вот эта бабуля она такая типа ну а сейчас тебя клюхой как дам а вот это такая скромненькая такая милая бабуся ну короче да некоторые прикольные получились дальше идут опять акварели и это котик кричащий это из видео тоже такая кошечка которая просто от балды нарисовала попробовать бумагу это с пленера но получилось так себе потому что бумага говно и меня все время отвлекали так это не мое это мне дали на хранение это тоже из видео где козу я рисовала детскими красками которая выглядит очень стрёмно ну видно что в том что это бумага хлопок вот то есть ну все дело в красках потому что они такие то есть когда их смешиваешь видно какая вот тут на зеленом грязь немножко другой оттенок зеленого сделать но нет не удалось ну и последняя девушка портрет получился очень кривой тут такой глаз большой тут маленький я потом в фотошопе это исправила когда выкладывала тоже для девушки из реддита портрет там вот такая была красивая девушка и у нее лицо типа как радугой раскрашено ну вот пожалуй и все это были мои все последние рисунки за последний месяц или не за месяц может больше может меньше и еще раз повторяю скетчбуки не нужны можно прекрасно рисовать наброски все что угодно и без скетчбуков всем спасибо и всем пока пока